Это случилось 25 октября 2019 года. День полной скорби, печали и утраты. День, когда надежда умерла. День приспоказа Терминатора Тёмной Судьбы. Приветствую! Изначально это видео должно было стать эдаким трибютом, посвященной франшизе под названием Терминатор. Какие тёмные времена она пережила, и что из себя представляет последняя часть. Но в итоге данное видео станет лишь трибютом моего пылающего пердака. Тёмные судьбы, дорогие друзья. Господи, как это было плохо! Вы будете молиться о том, чтобы пришёл Уилл Смит и стёр вам память после просмотра этого месива. Это просто поразительно. Уважаемый Тим Миллер, будь вы где-нибудь поблизости, я бы с радостью пожал вам руку, предварительно харкнув в неё. Боже, как это было плохо! В чём же главная трагедия этой картины? Да в том, что её курирует Джеймс Кэмерон. Он был ответственным за сюжет и продюсировал ленту. Посему фильм является прямым и типа правильным продолжением судного дня. В то время как Восстание Машин да придёт Спаситель и Генезис отныне считаются не каноном и отправляются в помойку. Посему нам очень активно подчёркивали, насколько первые два фильма важны. Да и тут несложно согласиться. Многие из вас знают, насколько для меня это важные картины. К слову, самый стоп терминатора по мне заключается в голосе самого Арнольда. Забавно, что изначально его не хотели брать на эту роль из-за его довольно нелепого австрийского акцента. Но Джеймс Кэмерон умудрился сделать из этого фишку. И в итоге его I'll be back нужно слушать только в оригинале. Но для этого нужно знать английский. И как раз наши друзья со Skyeng проводят бесплатный онлайн-марафон «Сформируйте привычку учить английский». То есть ты через ВКонтакте получаешь 15 полезных сообщений и советов. Идея марафона в течение 15 дней выполнять простые задания по английскому, чтобы привыкнуть ежедневно по чуть-чуть изучать язык. Понимать штуки и мемы в интернете, как поддержать любую беседу, смотреть кино и сериалы в оригинале, читать новости в мировых изданиях, что весьма полезно. И всё это будет на марафоне. 20 минут в день, и вы на шаг ближе к лучшему будущему. И думаю, будущему без злых машин. Там же можно выиграть бесплатный курс английского, посему переходите по ссылке в описании, и теперь давайте о плохом. Короче, создатели решили сделать лайтовую перезагрузку, посему после просмотра многие западные журналисты сравнивали фильм со звёздными войнами и пробуждениями силы. То есть старая история на новый лад с новыми героями, а старики бегают где-то на бэкграунде, чтобы хоть как-нибудь загнать олдфагов в кино. Забудьте про Скайнет, это уже не актуально. Теперь у нас есть Легион. Новая изломная корпорация, и судный день случится попозже. Вместо спасителя Т-800 у нас теперь новый терминатор женщина. Получеловек, полумашина. А спасать мы будем не Сару и не Джона Коннора, а новую особую важную для будущего мексиканскую девку Дани Рамос. А спасаться мы будем от очередного жидкого терминатора Мексикоса. Но в этот раз он сможет расщепляться на двух терминаторов, а помогать им будет Шварц Линды Хэмильтон. Круто, да? Нет, ни хрена не круто. На деле мы имеем неинтересный, вторичный, скользкий и безвкусный ремейк. Ребут, который всеми силами прикрывается официальным продолжением, чтобы не травмировать фанатов. Но суть-то в том, что кино все равно умудряется насрать душу поклонников оригинальных фильмов, будто продюсеры проверяют нас на прочность, эдакий вид мазохизма. Вы не поверите, но эта картина сделала невероятное. Она умудрилась обосраться на самой первой сцене. На самой первой! Отбить желание смотреть ваш фильм с первых минут – это действительно нужен талант. Талант говна. Я много раз вам говорил, что терпеть не могу третьего чужого. Под минимум, потому что триквел обесценивал истории Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. И вы прикиньте, темные судьбы делают то же самое, то же, мать его, самое. Забавно, что в новой картине Сара Коннор произносит фразу «Эти кретины вообще не учатся на своих ошибках». Интересно, кого же сценарист имел в виду? Забавно, кстати, что для фокус-групп показывали две разные версии картины, где вступительные сцены друг от друга разительно отличаются. И в итоге фокус-группа остановилась на отбитом варианте, где они только набирали этих индивидов. Да здравствует кино для фокус-групп! Итак, после вступительного ахтунга начинается основная история, которая очень аккуратно копирует оригинал Кэмерона. То есть, вот опять воин из будущего защищает от злодея некого человека, потому что в войне с машинами он будет важен. Но! Это всё имело бы вес и смысл, если бы у нас были прописанные персонажи и как минимум колоритные актёры. Натали Рейс ужасна. Я понятия не имею, с какого мексиканского сериала её украли. Но никакого обаяния, никакой харизмы, никакой предыстории у Наталии нет. Как я могу за неё переживать, если я вообще не врубаю, кто она такая? Знаете, как представили нам её зрителям? Ну это, она из обычной семьи, у неё есть папа, собака и брат. Она работает на заводе, она вроде с характером, наверное... Всё, реально всё, больше никакой информации вы не получите. Я раскрыл все карты. Новый Терминатор тоже куром на смех. Я знаю, что этот перчик вроде как неплохо исполнил роль призрачного гонщика в сериале от Марвел. Но в роли Терминатора, о господи. Возьмите любого мексикоса из массовки во все тяжкие, и вы получите точно такой же результат. Только наш Амиго пытается копировать Роберта Патрика. Выходит, как вы понимаете, так себе. Единственное светлое пятно в новом касте это Маккензи Дэвис. Опять же, как персонаж полный ноль. Никакого раскрытия вы не получите. Она просто суровая бабень, которая защищает нашу мексиканскую девочку и время от времени строит хмурые брови. Но сама актриса очень фактурная. У неё интересная внешность, большие глаза, за ней следить интересно. Но это, знаете, скорее лучшее из худшего. Далее к ним присоединяется Сара Коннор. Приятно увидеть Линду Хэмилтон на большом экране после столь долгого перерыва. Но, не поймите меня неправильно, но 63-летняя бабушка, строящая из себя мега крутую рокершу Отшельника, это немного... нелепо. Конечно, Сара всегда была сильна. Только не мускулами, а духом. Это не значит, что ранее она была настолько крута, что могла херачить Терминатора наравне с Шварценеггером. Теперь же мы даже не пытаемся изобразить такую вещь, как отдачу во время стрельбы. Йоу, прочувствовали масштабность и крутость происходящего? Я тоже нет. Для чего ты вообще это сказала? Шварц это делал обоснованно. Далее, как правило, он проламывал стены тачками. Тут же отсылка ради отсылки. Смотри, она сказала I'll be back, ничего себе! А наши локализаторы вообще решили не переводить фразу, отчего это втройне нелепо. Это настолько смешанное, неправильное и даже капризное чувство. То есть я всеми фибрами души хотел вновь увидеть Сару Коннор на большом экране. И фильм такой говорит, да на, подавись. Но только это не та Сара, которую я хотел увидеть. И своим хмурым пафосом она начинала лишь раздражать. И вот на сцену выходит Арнольд. Арнольд, как всегда, прекрасен и хоть как-то начинает раскачивать картину. Но! Во-первых, у него, ну, максимум 15 минут экранного времени. А во-вторых, история, вернее, идиотский сценарий, умудрился сделать так, что нам очень неловко сопереживать Шварцу, потому что его сделали... ублюдком. Вернее, антигероем, который понаделал говна в прошлом и сейчас искупает свою вину. Машина искупает вино, забейте. Но образ героя моего детства поднасрался просто феноменально. Знаете, что самое забавное? Что к финалу ленты я поймал себя на мысли, что если убрать из фильма и Линду, и Арнольда, концентрируясь на этой новой троице, сюжет вообще никак не изменится. Отчего рождается мысль, будто создатели намеренно брали стариков для того, чтобы ну хоть как-то зазвать народ на этот никчемный фильм. Ну хоть как-нибудь. Но после всех предыдущих попыток возвращение того же Арни не кажется таким феноменальным. И да, в этот раз Терминатор следует по канону первых двух частей, и теперь история на максимально серьезных щах. Но при этом уровень нестыковок, нелепостей, ляпов, временных парадоксов и недосказанностей примерно на том же уровне, что в Терминаторе Генезис. Но знаете, почему Генезис лучше темных судьб? Да потому что эта картина с самого начала позиционировала себя как веселый трэшак. Фильм прям между строк кричал нам типа Йоу, мужик, ты ждешь от нашего фильма что-то серьезного? Да камон, у нас Арнольд дерется с Арнольдом, герои летают во времени как на Делориене, а Терминатор лыбится под Бэтбойс. Расслабься, чувак! Но нет, теперь у нас драма во фритюре. Жаль только скомканное и неубедительное. Может, экшены завезли? Да, графика и хореография получше, чем в пресловутом Генезисе, но это не отменяет того факта, что ни одной запоминающейся сцены вы не увидите. Я за день до показа пересмотрел переиздание Судного дня в своем задрипанном Химкинском кинотеатре. И даже при таких условиях умудрился вжиматься в кресло. Вжиматься в кресло с экшена фильма 1992 года. Темные судьбы мы смотрели в Аймаксе. И все, чем может похвастаться фильм, это сцена невесомой драки в самолете. Самолете, который падает в вечности, в которой графики настолько много, что весь шарм убивается напрочь. Ну и, разумеется, открытый финал, который опять, в очередной раз, не дал никаких четких ответов и отправляет нас ждать сиквелы, которые с вероятностью 97% вновь не состоятся. Мы это уже проходили. Дань уважения фанатам? О, господи. Да та же пресловутая первая сцена картины стреляет из говномета всем поклонникам оригинальной диалогии. Еще показательным был момент, где наши герои выдвигаются на задания, и во время сборов Арнольд видит свои культовые солнцезащитные очки. Начинают играть нотки оригинального саундтрека Брэда Фиделя, Т-80 их берет, и ты такой, «Ну же, давай, надевай!» И Арнольд кладет их обратно на стол. И что вы хотели сказать этой сценой? Типа между строк заявить «Йоу, те времена прошли, настало время новых героев и новых свершений!» Это что ли? Да пошли вы в задницу с такой риторикой. Это даже заметно, как сценаристы ленты поменяли культовые фразы из оригинала. Теперь Арни вместо «Я вернусь» говорит «Ты же понимаешь, что я не вернусь!» А вместо «Идем со мной, если хочешь жить» «Идем со мной, если хочешь прожить дольше 40 минут!» Слушайте, ну теперь совсем другое дело. Прям новый взгляд. Как лихо вы перевернули игру. Смотрите бумагой, не поперхнитесь! К слову, не беспокойтесь. Никакой атмосферы Тим Миллер нам не завез. Больше никакого чувства безысходности, никакого нуара, никакой тревожной музыки и футуристично синей цветовой гаммы. Ни Сара, ни Грейс, да даже мексиканочка не боятся Терминатора. Отсюда и вылезает отсутствие конфликта, отсутствие атмосферы и банальное отсутствие креатива. Будущее уже наступило. У нас уже на полном серьезе возможны киборги. Развиваются нейросети, технологии, автоматика, смартфоны. Исходя из этого, можно было придумать более актуализированный, более зловещий, более современный и более пугающий фильм. А вот создатели что-то все никак не могут отойти от концепта, где хорошее удирает от злого робота из будущего. Все, пластинку заживало. Вы топчетесь на месте. Довольно. И поверьте, мне глубоко плевать на эти шуточки от недалеких людей, типа «Хы-ха! Три бабы спасают мир! Фиминатор! Ха-ха!» Вообще насрать. Оригинальные фильмы Кэмерона как раз и побествовали о сильной женщине и сделали Сару Коннора одну из самых крутых женских героинь в истории кино. Поэтому я абсолютно не против, что теперь на ведущих ролях у нас гораздо больше женских образов. Но А, это должно быть оправдано и Б, хотя бы чуточку интересно. Потому что, глядя на то, как новым лидером сопротивления становится мексиканская деваха, то появляется мысль, что нам скорее подсовывают новомодный, лицемерный выпендреж, ежели сюжетную необходимость. Этот фильм полностью убил веру в Терминаторов. А еще больнее от той мысли, что теперь этот сблев считается официальным каноном, который благословил Кэмерон. Либо Кэмерону на самом деле было просто глубоко насрать на этот фильм, либо это уже старческий маразм и новое объяснение подобрать не могу. Вы, наверное, спросите, слышь, Рыжий, ты чего так распоряжевался и записал настолько гневное видео? Да, очередной плохой Терминатор. Неужели ты ожидал чего-то другого? Но знаете что? Я искренне верил и ждал хорошее кино без каких-либо предрассудков. Все потому, что я обожаю Терминатора. Искренне люблю. Терминатор 2 Судный день был, наверное, первым моим большим фильмом детства. Я обожал этот сюжет, я обожал этих героев, я обожал эту историю, я обожал эту атмосферу. Для меня это великий, инновационный и важный фильм, благодаря которому я захотел связать свою жизнь с кино. Именно поэтому я умудрился в свое время слепить и киномыло, и игромыло. Для меня эта франшиза действительно важна. И вот теперь я вижу, что человек, ответственный за оригинал, прикладывает руку к этому нечто под названием темной судьбы. Зазывает оригинальных актеров, продюсеры, прикрываясь ностальгией, лепят тошнотворный ремейк, тыщут пальцем и говорят «Смотри, это возвращение в детство, смотри, это канон, посмотри нас, посмотри!» И в итоге со всего размаху бьют членом по лбу. После просмотра данного шедевра я почувствовал себя оскорбленным и обманутым. И да сожгут меня заживо мои друзья из 20 века Fox СНГ, но я искренне не рекомендую смотреть этот фильм в кинотеатрах. Особенно, если вы поклонник первых двух картин. Себе дороже будет. А вдруг это был коварный план Джеймса Кэмерона? Убить и поглубже закопать свое детище, чтобы все наконец-то забыли о ребутах и продолжениях Терминатора раз и навсегда. Что ж, если это так, то план удался, Джеймс. План удался. Можете помахать Терминатору ручкой и с понурой головой произнести «Аста лависто, бэйби». Спасибо за просмотр. Обязательно возвращайтесь сюда, когда посмотрите фильм. Мне очень интересно ваше мнение. Ну и вступайте в группу «Пальцы вверх», «Со нами не заржавеет». Покупайте мерч, все ссылки есть в описании. И всем пока. Ооо, котик.